Я надеюсь, что это все-таки когда-то закончится, это вот убийство славян, как я это называю, это бойня славян. С той и с другой стороны, вот я честно могу сказать, потому что когда я смотрю, что те и другие радуются большому количеству убийств, мне хочется сказать, вы дураки, потому что вы убиваете себе подобных. Вы бы направили свои стволы против других. Против кого вы знаете? Против тех, кто деньги на этом зарабатывает, вот на этой бойне, но далеко не надо ходить. Все войны, которые совершались, они были организованы, активно продвигались только определенной кучкой. Вы знаете, какая это кучка? Кто это? Какой этнической принадлежности те выгодоприобретатели, которые развязывают все войны? Иудеи. И учитывая, что у нас сейчас наверху именно заинтересанты они, эта бойня будет продолжаться долго, а на бойню нужны новые солдатики. Понимаете? Почему не надо идти в вуз? Почему не надо учиться детям? Потому что тогда тебе, на горизонте у тебя аспирантура, докторантура, перспектива. А тут не надо перспективы, тут нужно мясо. Понимаете? И вот этих вот мальчишек, их с удовольствием будут отправлять на бойню. Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня у нас в гостях Марина Александровна Маслина. Здравствуйте, Марина Александровна. Здравствуйте. Марина Александровна, серьезная тема сегодня у нас. Дети. У нас законодательство хотят внести некоторые законы, которые будут заставлять наших детей работать. Возможно, это и хорошо, потому что детский труд в каких-то отношениях он даже полезен, потому что он развивает и творчество, и способности какие-то, и они научатся что-то делать. Но это в социалистическом, коммунистическом обществе это полезно. А вот в капиталистическом как? Насколько это не рабство, то, что хотят нам сейчас внести? Ну да. Значит, в последнее время происходят очень интересные изменения в нашем законодательстве. Вот коснемся трудовозок. Надо... Значит, недавно известный такой товарищ, помощник главнокомандующего, гаранта Конституции, Мединский, Владимир Мединский, выступил, значит, с речью и сказал о том, что многолетнее обучение в вузах, оно излишне, поскольку программы меняются, процесс сам обучения тоже меняется. И вот надо пересмотреть вообще как бы процесс обучения в школе. Ну, естественно, что это связано в первую очередь с тем, что тут же, тут же в обществе начали обсуждать вопрос о том, что нужно, так сказать, заняться трудоустройством или занятостью молодежи. По нашему законодательству, которое действует у нас, молодежь считается от 14 до 35 лет. Но, однако, 14-летние и 35-летние это огромная разница во всех отношениях. И в жизненных позициях, и в возможностях, и в рассуждениях, и в том числе способности, в том числе к труду. Значит, веяние времени, но я понимаю, что это веяние не столько даже нашей ситуации в стране, сколько желание той самой пятой колонны, которая у нас управляет, в первую очередь, это, естественно, правительство Российской Федерации. Там роятся такие мысли, потому что в феврале этого года была принята большая программа «Занятость молодежи». Ее подписал Мишустин до 30-го года. Так вот, в этой программе, она довольно такая объемная, там написано, что, значит, ну, естественно, что там присутствует, как в любой программе федеральной, значит, категория тех, кого, так сказать, кто задействован, то есть это дети, возраст от 14, уже в этой программе февраля 24-го года, там написано «Дети от 14 лет», что поразительно, включают в перечень тех, кто должен работать или тех, кто может работать и хотел бы работать детей, в том числе детей и инвалидов. Вот, насколько хороша эта программа, у меня, например, большие сомнения, потому что все-таки, ну, вы понимаете, вы наверняка знаете, с чем связано то, что сейчас труд детей и женщин у нас в стране, он, так сказать, вот властью востребован, и он продвигается, эти идеи, они в обществе продвигаются, что это очень хорошо. Вы намекаете, наверное, на СВО, да? Ну, конечно же. Дело в том, что на СВО сейчас мы несем очень большие человеческие потери, потери, в первую очередь, мужского населения, работоспособного возраста, потому что вы понимаете, что возраст призыва у нас от 18 лет и до, ну, вот в данный момент до 60, некоторые говорят, что продлят до 65, у нас в этом году увеличено количество не только, так сказать, перезыва, но и наличие, так сказать, наличие в армии, то есть военнослужащих, должно быть больше, чем у нас было. Вот. То есть у нас очень серьезные потери, естественно, на СВО, и поскольку мужское население, оно практически обесточено, а предприятия, в том числе вот секретные заводы, военные заводы, там вынуждены люди работать в две, в три смены, потому что рабочего класса, естественно, не хватает, значит, вот этот пробел надо, естественно, занять кем? Детьми. То есть это, в первую очередь, естественно, идет с этой позиции. Значит, ну вот сейчас депутаты Государственной Думы в сентябре месяце, значит, вот в феврале месяце Мишустина была принята программа о занятости молодежи, значит, там не написано детей, там написано молодежи до 30-го года. Ну, вообще у нас в гражданском кодексе, в семейном кодексе, в уголовном кодексе у нас, например, уголовная ответственность по особо тяжким преступлениям, она наступает, действительно, с 14 лет. Может, по некоторым статьям, действительно, ребенок, ребенок или несовершеннолетний ребенок может привлекаться с 16 лет, но вот трудоустройство с 14 лет, ну, для меня это нонсенс, потому что, понимаете, в нашей Конституции, в 37-й статье, там написано о том, что каждый имеет право на труд, но там же и написано, в части 2-й там написано, что принудительный труд запрещен. А что такое вообще труд в 14 лет? Кто мотивирует ребенка идти в 14 лет на работу? Конечно, они сейчас говорят о том, что дети будут привлекаться к работе с 14 лет только в выходные, в праздничные дни, но опять по тому же трудовому законодательству работа во внеурочное время, например, там, праздничные дни, выходные дни, значит, предполагается, двойная оплата труда. Вот. Ну, я думаю, что в первую очередь это связано действительно с тем, что наши военные заводы, в первую очередь, естественно, военные производства, они обесточены, надо кому-то работать, и вот начало, так сказать, как это говорят, благими намерениями, услана дорога в ад. То есть сейчас они начнут с того, что детей будут привлекать к труду с 14 лет только в выходные и в праздничные дни, но беда лиха начала, они, естественно, потом установят возможность работать детям, естественно, так, как работают по графику взрослые люди. И вот я хочу сказать, ведь это же не просто так происходит. Вот смотрите, в Гражданском кодексе есть понятие эмансипации, да, когда ребенок развивается быстрее, чем, так сказать, он должен соответствовать в своей возрастной категории, в возрастной группе. Но в Гражданском кодексе, в статье 26, там есть право осуществлять несовершеннолетним детям в возрасте от 14 лет мелкие бытовые сделки. То есть получать небольшие суммы, например, там получать гонорары за свои, ну, если ребенок, например, написал стихотворение или музыку какую-то уникальную там написал, он может получать действительно небольшую сумму денег. Но у них нету полной дееспособности. А что такое вообще работа на предприятии? Ну, слушайте, у нас есть в конце концов целая глава, десятая в Трудовом кодексе, которая говорит о том, что, например, труд на вредном и опасном производстве, он, так сказать, ну, имеет определенные свои ограничения. Ведь вот если, опять же, обратиться к опыту прошлого года, ну, не просто так это началось, значит, в прошлом году, в 23-м году законодатели Татарстана разродились таким законопроектом, который предусматривал возможность детям работать на опасных и вредных производствах. Вот. Ну, слава богу, что юристы Госправового управления Думы, они их развернули, написали резко отрицательное заключение и, так сказать, закон этот вынесли. Ну, если это такой вброс был, да? Ну, да, это была проверка, как это называется. Мы сначала скинем информацию, ее, так сказать, обсудят в обществе, а потом уже либо примут, либо откажут. Значит, их развернули юристы Государственного правового управления. Это было в мае месяце, по-моему, юристы написали резко отрицательное заключение, что у нас допускается, ну, они сослались, естественно, на конституционные нормы, на то законодательство, которое предусматривает ограничения для детей, ну, и на работу в таких, на таком производстве. Ну, и, естественно, что это был пробный шар. А дальше началось следующее. Значит, Голикова, да, прошло, наверное, несколько месяцев, и вот в 24-м году, весной в этом году, вот по весне, они вновь зашли с этим законопроектом, и меня удивило то, что Голикова написала очень положительное заключение, а Голикова так, ну, на минуточку, она ведет весь социальный блок в правительстве Российской Федерации. То есть она одобрила, значит, буквально в феврале 24-го года появляется вот эта программа занятости среди молодежи. И, опять же, кто исполнитель? Исполнитель – это Министерство просвещения в первых рядах, это Министерство труда, это Российская трехсторонняя комиссия по социальным трудовым отношениям. То есть это все те люди, которые, естественно, на высшем федеральном российском уровне, они, естественно, эти вопросы проталкивают, они их, естественно, продвигают, потому что заинтересованность привлечь детей, она просто очевидна к труду. И дальше следует из этого такое высказывание Мединского, обучение излишне. Значит, в школе у нас сейчас фактически, но вот московские школы – это просто ужас, конечно, потому что классы общие образовательные сокращаются, идет акцент на профориентацию, то есть дети фактически обучаются до девятого класса, потом, значит, поступить в старшую школу – это целая проблема. Когда, например, родители обращаются с требованием перевести ребенка, начинают устраивать, естественно, всякие там, строить всякие припуны для того, чтобы не брать детей. Они говорят о том, что у них классы сокращаются, у них нет возможности, у них не хватает педагогического персонала. Ну, то есть делают все для того, чтобы дети не шли в старшую школу. Что как не сегрегация или селекция? Среди, так сказать, растительного мира есть понятие селекция, среди животного мира есть сегрегация. Но это фактически та же самая сегрегация. То есть для того, о чем когда-то говорил Греф, Греф небезызвестный, его выступление на Петербургском, одном из петербургских форумов, оно просто повергло, по-моему, всех взрывомыслящих людей. Шок, когда он сказал, он, конечно, ссылался на древние манускрипты израильские, ну, еврейские, иудейские. Он говорил о том, что Таня, Тора, они были закрыты для большинства. Почему? Потому что если человек умный, он задает вопросы, на которые надо отвечать. И он как раз говорил о том, что зачем учить детей, для чего, понимаете? То есть это не просто мнение отдельного человека, это фактически идеология государства сейчас. Да, он сказал, что такими людьми невозможно управлять. Марина Александровна, но разве вы не считаете, что наши вузы не соответствуют высшему образованию? Может быть, действительно стоит все это сократить? Потому что родители, дети, дети работают и еще учатся в вузах для того, чтобы получить вот эту иудейскую бумажку, которая абсолютно не дает ни знания, ничего. Они тратят деньги на это, они тратят время, они тратят силы. Может быть, это неправильно? Вы знаете, как это говорят, все новое, это хорошо забытое старое. Значит, наша советская школа, вот я заканчивала советский вуз, юридический факультет, сейчас это Академия Мини-Кутафина, я могу сказать, что я училась и работала, я знала, кем я должна быть. Я знала, что я буду, ну, юристом, я работала и училась, я могу сказать, что сложно было, конечно, и учиться, и работать, но была цель, то есть целеполагание. Вот если ребенок учится, ну, в школе, он знает, что он хочет учиться дальше, но фактически сейчас та самая система, которая у нас после развала Советского Союза, вот не просто так разделилась, это Министерство образования, оно стало Министерством образования, Высшего образования, и Министерство просвещения. Что такое, понимаете, образовывать, развивать, и просвещать, это два разных, как бы, коннотации смысла этих слов, они различны. Просвещать это я вам рассказала, показала, а дальше образовывать это, обучать. Вот все то, что сейчас происходит в школе, это, знаете, вот такой, ну, вот вы сказали, труд необходим, ну, да, есть такое высказывание, что труд сделает обезьяна человека, ну, не хотелось бы так, конечно, грубо говорить, но получается, что мы вот этих недоучек, этих детей, которые не хотят, не могут, в силу каких-то, мы не даем им стимула, понимаете, мы не даем им люфт, мы не даем им возможность образовываться, то есть мы им, как бы, перекрываем кислород и говорим, вот вы родились в прослойке гегемонской, вы в этой прослойке останетесь, понимаете, все наши ученые, ведь очень много ученых, которые были вообще из простой среды, понимаете, где действительно было желание, то есть и советская система, она предоставляла возможность учиться, вот смотрите, первые декреты советской власти, первый декрет был о мире, потом о банках, о земле, и дальше один из основных декретов советской власти был о запрете принудительного, подневольного труда, в том числе, в том числе детей, то, что было в царской России, к сожалению, и подневольного труда, принудительного труда, в том числе женщин, ведь если мы дальше с вами обратимся, это не просто так, вот сейчас начались дети, и почему я говорю, что необходимость привлекать не только детей, но и женщин, с 1 января этого года появился приказ Минтруда, который говорит о том, что теперь женщины у нас могут работать на вредном и опасном производстве, например, горнопроходчиками, понимаете, что такое в шахте работать женщины, конечно, они руководствуются тем, специалистами Минтруда, экономразвития, вот этой трехсторонней комиссии, ведь вот эта российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям, это фактически, ну, знак равенства в советские времена профсоюз, то есть это та самая организация, с которой надо согласовывать все изменения, защищать, и в первую очередь надо защищать права, кого? Женщин, и вот сейчас по той же самой таблице о занятости молодежи, там опять те же самые игроки, то есть это Минпросвещение, вот это Минтруд, это Минэкономразвитие, и это еще отраслевой, отраслевой научно-исследовательский институт, который входит в Министерство труда. Ну, естественно, значит, по, так сказать, Минэкономразвитие дало свои данные, вот буквально недавно они публиковали свои данные, что у нас на трудовом рынке, на рынке, так сказать, труда. Рабочих профессий, наверное. Да, у нас не хватает, ну, там где-то, получается, от миллиона восемьсот до пяти миллионов, то есть у нас нехватка рабочих кадров. Вот, ну, и, естественно, решили вот начать с того, что будут привлекать детей. Значит, вот в октябре уже сейчас у них будет, уже Советом Думы принято решение о том, что будет первое чтение. Скорее всего, что оно будет в ноябре. Ну, там надо, чтобы обязательно было решение вот этой трехсторонней комиссии, чтобы дали заключение, ну, свое мнение составили комитеты профильные, в том числе вот комитет по материнству, детству, который Останина ведет, и обязательно юристы. То есть юристы должны тоже написать свое заключение. Значит, что делает сейчас депутат Милов, вот ЛДПР, он внес этот законопроект, он вносит изменения в 252-ю статью Трудового кодекса, где разрешается, там написано, детям работать до 18 лет. То есть с чего это? Вот смотрите, в декабре 2021 года, еще до ковидное время, выходит распоряжение Мишустина. Значит, о том, что дети, ну, не только детям, но с 14 лет детям, и до 22 молодежи студенческой, значит, будут предоставлять бесплатные вот эти пушкинские карты. То есть ребенок получает паспорт, ему говорят, слушай, ты вообще совершенно самостоятельный, у тебя есть возможность иметь собственные деньги. Пушкинская карта дает возможность ходить на всякие увеселительные, зрелищные мероприятия, не спрашивай родителей. Дальше больше. Пушкинская карта – это такая, знаете, ну, такой манок. Ты почувствуй себя взрослым. Зачем тебе обращаться там к твоим родичам? Зачем тебе что-то спрашивать? Ты сам, ты абсолютно самостоятельный. Дальше. Пошло дальше. Как только началась ковид, вы помните прекрасно, у нас появился, ну, это закон старый, он о профилактике иммунозаболевания, это 98-го года закон, но там было такое, что дети могут давать согласие на то, что их можно вакцинировать с 15 лет. Ну, слушайте, я вообще в шоке. Когда создавался этот закон, когда вообще он появился, это был 98-й год. Вот я работала в Думе, мы задыхались от юных наркоманов. И, конечно же, пока ты найдешь родителей, пока ты найдешь того, кто отвечает за него, он 20 раз уже умрет от передоза, от ломки и так далее. И это была вынужденная мера, когда действительно юных наркоманов приходилось, не обращаясь ни к родителям, ни к старшим, просто экстренно оказывать помощь. Но это было явление, которое действительно в тот момент, то есть эта норма появилась как исключение из правил. Что сейчас? Многие даже юристы говорят, вот мы очень часто дискутируем, и я знаю, что многие со мной не согласны. Я говорю, наступает, положим, смерть этого ребенка. Кто будет отвечать? Вот он дал согласие на то, что его с 15-летнего возраста можно вакцинировать. И он погибает. Вот кто будет отвечать? Родитель, врач, который сделал ему укол. И суд, Верховный суд, это было буквально в 22-м году, было действительно обращение в суд, обращалась депутат Мосгордумы, такая беседина, ее помощник обращался в суд, что девочки, 18-летние, не дали возможность принять волшебный уколчик. Верховный суд четко и ясно сказал, что ей отказали правильно, потому что ей не исполнилось 18 лет. Но это все, понимаете, это все звенья одной цепи. То есть они предоставляют возможность детям якобы самостоятельно жить, но в случае каких-то экстремальных условий кто будет отвечать? Ведь у нас по Семейному кодексу, по 64-й статье в первую очередь, все полномочия в интересах ребенка осуществляют либо родители, либо лица их замечающие. Понимаете? То есть это говорит о том, что само государство сейчас в силу необходимости дает возможность как будто бы работать детям, но это совсем не то, что они хотят. Потому что, понимаете, право на образование у нас по 43-й статье есть. Причем там написано младшее, среднее, общее образование. То есть отказывая ребенку в обучении, ну, как вам сказать, болвана к болванам, умные к умным это называется, дуралей и болваны, мы их будем формировать, пусть они потом, после того, как им исполнится 18 лет, они идут опять же на убой, а это именно так будет. Понимаете? То есть он с 14 до 18 он проработает, но пока только выходные и праздничные дни, но после 9 класса он уже может работать и на полной программе, потому что видите, как хитро составлен сам закон. Там же написано разрешение работать несовершеннолетним до 18 лет в 252-й статье. И я уверяю вас, они, конечно же, примут этот закон. Но там даже не сказано, что с 14 лет. Нет. То есть это может быть 12? Там написано несовершеннолетним до 18 лет. И вот сейчас они обсуждают вопрос о том, что 14-летним детям будет разрешено работать в выходные и в праздничные дни. Но это, я говорю, это лиха беда начала. Дальше будет больше. Потому что дальше что происходит? Вот смотрите. Значит, естественно, увеличилась численность армий. Ну и естественно, что поскольку у нас не объявлена война, вот если будет мобилизация, то, так сказать, будут грести всех. Понимаете? Там с 18 лет. Если будет объявлена война. Вот. Но у нас СВО, у нас контртеррористические... Контртеррористическая деятельность. То есть сейчас грести всех нельзя. Но нехватка же все равно в военной силе она есть. И вот смотрите. Для кого делают преференции, для кого делают отсрочку, для таких детей, которые работают, вернее, учатся в средних учебных заведениях, профессионально. Только для тех, кто учится на IT. IT, профессии, да, им делается, им дается отсрочка, пока они не закончат колледж. А всех остальных они будут с 18 лет с удовольствием грести. То есть ты поработаешь на предприятии, на секретном. Конечно, сейчас на заводы, например, они не могут брать мигрантов. Ну, это понятно. Потому что, если это, например, закрытое предприятие, это спец какой-то... Они не только не могут брать мигранты, они не тянут. Их очень опасно брать на заводы, потому что технику безопасности они не соблюдают. Так вот, осмотрите, а кто будет за технику безопасности отвечать, когда ребенок встанет к станку? Ну, вот кто? Вот я говорю, целая глава десятая. Директор завода, конечно же. Директор завода, вы представляете, что будет? Это будет... Ну, вот почему я говорю, да, есть понятие эмансипации, но ребенок, он и есть ребенок. У ему 14 лет, он не просто так, и уголовный кодекс, он и УПК не предусматривает, так сказать. Ну, слушайте, когда ребенок, ну, ребенок, фактически юный преступник совершает преступление по нашему законодательству, в основном отвечает кто? Ну, да, его ставят на учет, его, так сказать, за ним надзирают, его, так сказать, отслеживают его поведение. Он как бы уже с меткой, понимаете, идет по жизни. Но опять же, за совершенные преступления, только за тяжкие преступления, они привлекаются к уголовной ответственности. Даже, что бы он не совершил, понимаете, и если на момент совершения преступления он несовершеннолетний, совсем другая ответственность. Ну, может быть, это тоже стоит пересмотреть. Марина Александровна, а вот то, что есть такое движение, движение первых, и я слышала, что туда молодежь просто вот прям запихивают, заставляют участвовать в этом движении. Есть еще молодежь России, у нас сейчас очень много вот этих, было движение наше. Ну, понимаете, молодежь надо мотивировать, а мотивировать сейчас, конечно же, надо прививать какие-то ценности, но поскольку мы, извините, скажу таким грубым словом, 30 лет мы растили потреблятство, то есть у нас было главное, значит, наешься, нарядись, развлекайся, отвлекайся. Кто-то говорил о родине, кто-то говорил о патриотизме, нет, говорили вот там, развлекайся, отвлекайся, веселись, понимаете, из-за этого, ну, вообще, когда говорят, что вот это вот, это же не просто так говорят, что демографическая яма, понимаете, сейчас, конечно, пытаются там мотивировать, вот на многодиэтность, понимаете, на то, что действительно там духовные, нравственные ценности надо возрождать, но опять же, опять же, это вот какое-то, знаете, ханжеское лицемерное такое отношение, с одной стороны, вы будете ваять элиту, то есть для кого будут сделаны вот эти старшие классы, опять же, вот Москва, берем Москву, не надо далеко ходить, я же общаюсь с родителями и с общественными движениями родительскими, они все говорят, вот, например, была школа с кадетским классом, ну, то есть кадетская школа, где дети фактически были настроены, ну, кадетство, это фактически будущее, возможно, многие среди них были бы там, военными, они хотели бы дальше учиться, например, военных каких-то училищах, или там училища МЧС, или еще какие-то, да, вот одна из школ, значит, заканчивают дети девятый класс, и было желание у семидесяти дальше продолжить обучение, да, а провели конкурс, они так, они это называют проведение конкурса, то есть это какие-то, значит, опять же, экзаменовка, которая, так сказать, сразу от силы, так в старшем классе оставили 35, а хотите учиться дальше, выбирайте другую школу, приходите в другие школы, где, возможно, вас примут, но шансов немного, и они, опять же, вот понимаете, тот же Собянин, который выступает, он везде говорит про профориентацию, проявление наставничества, то есть акцент делается на то, что, значит, гегемоны будут учиться на гегемонов, гегемонские дети будут учиться на гегемонов, а элитка у нас будет учиться, либо за границей, у которых очень много денег, мамаша с папашами оплачивают там колледжи, вот, заграничные, выезды туда, ну, слушайте, далеко не надо ходить, вот тот же самый Соловьев, который вот говорит, идите в армию, идите в армию, а у него два сына, так на минуточку, вообще-то, призывного возраста, где его, сыновья? Вот это обращик ханжества и лицемерия, вот тот, который является главным пропагандоном, понимаете? Ну, элита у нас так и учится в элитных школах, поэтому они к обычным этим школам не имеют никакого отношения. Ну, вот идет сегрегация, понимаете, то есть, если в советской системе, в советском образовании, если ты хочешь учиться, у тебя есть рвение к учебе, у тебя есть устремление к учебе, но тебе просто надо поработать, и, пожалуйста, все горизонты открыты, понимаете? А сейчас тебе говорят, пройди конкурс, конкурс, а какой это конкурс? Либо это на конкурс кошельков родителей, либо это на конкурс того, что ты, у тебя уже как бы гарантия того, что ты никуда больше не поступишь, и ты пойдешь потом, после вот этого колледжа или работы, ты пойдешь в армию. Они создают военно-патриотические клубы, то есть нацелены на то, что наша молодежь должна быть военизирована. Я понимаю, что мы в детстве играли в зорницу, у нас действительно тоже были, но опять же, понимаете, целеполагание было другое, понимаете, мы жили в мирной державе, и мы ни с кем не воевали, а сейчас фактически, вот тренд на воспитание военно настроенной, патриотически настроенной молодежи, это как раз та идеология, которая захватывает умы наших чиновников, то есть они не просто создают вот эти движения, ну, сначала наши, потом вот это вот Россия, молодежь России и так далее, потому что они понимают, что надо как-то действительно вектор движения развития молодежи, надо его направлять, надо как-то в какое-то русло направлять молодежь, ну, вот как-то занимать, ну, вы знаете, делать из детей болванов, вот то, что сейчас хочет тот же самый Мединский, который, или то, что говорил Греф, это же фактически, вот я говорю, это называется сегрегация. Был такой период, когда, ну, просто, слава богу, общество встало против этой идеи, значит, ну, они уже дошли до того, что, например, лиц, совершивших страшные преступления, убийства, изнасилования, изнасилование сопряженное с убийствами, они вот этих, значит, всех преступников, естественно, милуют, то есть, издают с указ о помиловании, и идут документы, что он вообще чистый, как лист бумаги, и если он выживает в период СВО, он возвращается, так сказать, к себе домой, мало того, что живут его, так сказать, соплеменники, там, горожане, или соседи, там, по его месту жительства, напуганные, потому что человек, совершивший страшные преступления, не отбывший срок, там, например, 20 лет, ведь сроки за такие преступления, они огромные, так вот эту всю когорту их собирались направлять, работать в школу, вот совсем недавно была такая инициатива, я, правда, не припомню, кто эту инициативу внес, но она несколько месяцев висела в качестве предложения, со стороны государственных мужей, я думаю, скорее всего, это опять же появилось, вот, наверное, в недрах нашего Министерства просвещения, привлекать, например, бывших участников СВО, ну, в частности, тех, кто, естественно, из числа, в том числе, и помилованных, там вообще речь шла о том, что независимо от состава преступления, которое он совершил, ну, слушайте, есть преступники, которые совершили действия, педофильные действия садумские действия в отношении детей несовершеннолетних, и вот даже в том числе, если он участник войны, то вот, получается, он вернулся после СВО, не после войны, а после СВО, он как чистый лист бумаги, он может начинать свою жизнь, так сказать, с нуля, идти работать в школу. Ну, а как бы вы назвали программу переобучения, после окончания которой, участник войны в Украине, ну, допустим, обычный, 51-летний Андрей Шинягин, осужденный в прошлом за нападение и похищение женщин, оказался допущен до преподавания основы безопасности защиты Родины в школе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова